Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Форитус. Сегодня я вам расскажу немного о своем хайке мира и что с ней произошло за последнее время. Но начну рассказ с того, что ей 8 лет, она уже старенькая, у нее много проблем со здоровьем и поэтому то, что с ней происходит, это ожидаемо и в общем-то надо относиться к этому с пониманием. У нее уже стоит два года имплант, причем это уже второй имплант мы поставили. Сейчас будем ставить третий имплант, так как на УЗИ обнаружили, что ее болезнь прогрессирует. А почему вообще пошли на УЗИ? Ну, в принципе, раз в год я стараюсь проводить плановый осмотр, анализы какие-то, попытаться сдать. А здесь поход к ветеринару был ускорен тем, что мы обнаружили однажды вечером, что Харек, когда вышел погулять, как-то странно, трет попой о пол. Бывает Харьки, когда сходят в туалет по большому, они могут потом вылезти из лотка и чуть-чуть попой это потереть, вытереть, так скажем, попой. А здесь она просто гуляла и тёрла попой. Я посмотрела, что у нее там, а там было покраснение. И мы сразу же позвонили в клинику, вот ветврач был на месте, и мы поехали сюда. За восемь лет у нас такое было первый раз, поэтому я не разгадала симптомы закупорки приональных желез. Когда мы туда приехали, врач сказал, понятно, сейчас будем типа чистить. Для него это уже процедура. Часто он знает, что это такое, и, конечно же, он не очень был рад процедуре прочистки желез, потому что запах потом стоит. Ой-ой-ой. Хорошо, что мы приехали туда уже, в принципе, вовремя, хотя, учитывая, что был уже гной, это бы, наверное, мы пропустили, когда это все началось. Он все прочистил, сделан назначение, посмотрели мы, что все было хорошо. Она перестала, тут же перестала ездить на попе, нормально стала ходить. Ну и мы заодно сделали УЗИ. Какой был спокойный хорек во время УЗИ. Она лежала, вообще без проблем сделала УЗИ. Там обнаружилось, что надпочечники увеличены, они уже хорошо видны на УЗИ. Здоровые надпочечники на УЗИ еле-еле можно увидеть, а то и вообще их не увидишь. Больные надпочечники с проблемами, они видны, и чем больше, тем хуже, поэтому ставят имплант. У нас это все прогрессирует, поэтому мы поставим имплант. Уже в июне закупим и поставим. Я покажу немного вам кадров из клиники, как и делали УЗИ. Спокойствие! Мир и само спокойствие! Кто тут? Света добавила шум. Ваше лицо снимать не буду. Так немножко, как проходит УЗИ у хорька, когда повезет и хорек спокойный. Упечного образования у вас было, да? Да, что-то там было. Ну, вот так у нас проходило УЗИ. Вы можете смотреть, как профессионально врач справляется. Мне очень понравилось. У нас в Минске эта клиника, она рекомендована, и врач рекомендован. Для белорусов будет актуально, я оставлю ссылку. Ну, для россиян это, ну, у вас свои врачи. В общем-то, рекомендации для тех, кто ищет своего вид врача. Всегда смотрите профильные сайты, группы ВКонтакте, где могут быть списки рекомендованных врачей в вашем регионе. Если таких нет, вы не рискуете жизнью животным. Есть возможность, вы съездите в другой город. Хотя какую-то экстренную помощь может оказать и просто любой ветврач. В любом случае, посыл этого фигня вот такой. Если хорек трет попой, только так ходит, такого раньше не видели, вы знаете, это симптом закупорки желез, приональных желез. И их надо прочищать. Сами вы вряд ли это сделаете. Нужно ехать к ветврачу. Там очень сильно нужно надавить хорьку, очень будет неприятно. Но это надо исправлять. У нас сильное будет воспаление. И если все пропустить и запустить, придется удалять. А это очень-очень болезненные операции. И отход от нее болезненный. В общем-то, она не нужна хорьку так просто. Что еще? Ну, наши походы к ее врачу не закончатся, потому что у нас эта закупорка повторилась через две недели. Я спросила врача, так что нам делать? Неужели нам придется их все-таки удалять? Он сказал, нет. В ее возрасте мы тем более удалять их не будем. Ну, смиритесь, вам придется ездить к нам периодически. Может быть, она сама как-то иногда будет причищать их. Я не знаю, но пока так. Кроме того, за тот период после первой прочистки желез у нее в поход появилась какая-то опухоль. Ее не было. Я думала, может, это лимфоузлы воспалились, потому что они уже были, они удаляли мы опухоли на шее. Лимфоузлы там в опухоли переродились. Поэтому я думала, что это тоже что-то такое. Ну, на УЗИ вот врача показали, что это именно опухоль подкожей. И если она расти не будет, то мы, может, пока удалять ее не будем. Если она будет расти, мы ее удалим. Я очень боюсь операций в возрасте 8 лет хорька. И я знаю, что каждая операция – это лотерея. Поэтому я надеюсь, что опухоль эта расти не будет. Перерождаться что-то плохое не будет. И все будет хорошо. Может быть, через пару недель, если она не вырастет, мы сделаем анализ этой опухоли, чтобы знать, насколько она опасная. Ну, надеюсь, вы также болеете за мой хорька, как я его на него болею. И все будет хорошо. А тем, кто посмотрел, спасибо. Подписывайтесь. Я оставлю ссылку на наш инстаграм. Там тоже много интересного. Мы там укладываем информацию об отказниках. Приглашаем и вас туда, к нам в инстаграм. Спасибо за просмотр. И пока-пока. К нам сегодня приехали новые ветеринарные паспорта. här щ Hehe�. Ну ну а то, почему мы смажем любую ветерину. поэтому кому надо заказывайте вид паспорт стоит 5 рублей